Наступающий Новый год стал отличным поводом отметить самых лучших школьников областного центра. Такие встречи с председателем Бресского горосполкома Александром Рогачуком в рамках республиканской акции «Наши дети» уже стали традиционными. В этот раз изменилось лишь место празднования. Возможно, новый зал детской хореографической школы искусств имени Погодина станет постоянным местом локации, сообщил Александр Степанович. О сочетании красивой обстановки и талантливой молодежи всегда беспроигрышный вариант. Опираясь на лучшую молодежь, на элиту молодежной среды, это беспроигрышный вариант движения города вперед. Сегодня в этом зале я не сомневаюсь, уже априори успешные люди в будущем. И наша задача, задача власти, чтобы эти молодые ребята свои планы на будущее обязательно строили в рамках реализации его в городе Бресте. Своих амбиций, своих талантов, своих планов. Поэтому задача власти бережно культивировать их стремление быть первыми, задача власти поддерживать их финансово, как это сегодня, морально, ну и просто, чтобы им было что разместить в своей социальной сети, чтобы показать, что я лучший. Это очень правильно, и эту традицию мы делаем ежегодно, как и везде, и будем всячески поддерживать. На праздничную встречу были приглашены 100 ребят общеобразовательных учреждений города, которые проявили себя в разных направлениях и талантах. Наталья Ноздрин-Плотницкая, ученица средней школы номер 15, стала победителем областного конкурса видеороликов. В своем материале она показала, как проходит шестой школьный день в ее учебном заведении и зачем он нужен подрастающему поколению. Здесь и спорт, и краеведение, и труды – все, что нужно для саморазвития тинейджеров. Эй, вы еще не с нами? Тогда присоединяйтесь. Наверное, это тоже достаточно интересная тема, и это достаточно актуально, потому что молодежь должна развиваться, а именно школа дает нам какие-то ниточки для дальнейшего своего развития. Таких разносторонне развитых ребят, как Наталья, в Бресте очень много, и каждый из них переживал, ведь получить высокую оценку от мэра в таком возрасте дорогого стоит. Меня отметили в номинации «Лидер», потому что я в школе участвую во многих мероприятиях, в качестве ведущего, в качестве админизатора иногда. Также я занимаюсь обществоведением и выиграл олимпиаду по этому предмету и интересуюсь, что там, других предметов. Конечно, это очень приятно. Я понимаю, что не каждый ребенок, не каждый даже человек, даже узнаваем мою фамилию, тоже приятно, что педагоги знают даже не своей школы, вот, и, конечно, я считаю, что это, ну, достаточно большая заслуга для моих лет. 20 школьников получили денежные подарки от горисполкома и сертификат на 150 рублей. И каждый из 100 ребят – сладкий подарок к Новому году. Были отмечены и лучшие педагоги, те, кто помог ребятам достичь поставленной цели. Три лучших преподавателя получили нагрудный знак «Тысячелетие города».